Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это что такое? Почему снег у подъезда? Чтобы вот этого безобразия больше не было Александр Максимович И не надо оправдываться Вот я только что был в 47-й школе Ваша территория? Да Так вот, к Суголе не подойти Вы обязаны предоставить на телению все услуги ЖКХ Да безобразие, дороги вот нечищены Вот под снегом, лед Осторожней Они платят налоги Для того, чтобы вы работали А не лапшу на уши вешали И поймите одну очень простую вещь Не они для нас А мы для них Александр Максимович Ну мы стараемся Товарищи Я лично прошу прощения За директора Начальника вашего ДЭЗа Завтра опять снега наметет Тебе одному работать Справишься? Справлюсь Держись Держись Ну-ка Держись Давай Руку Как можно так снег бросать? Да что ж такое? Безобразие Никакого не ограждения нет Люди же здесь ходят Володя Володя, слава богу, вы живы Надо жалобу писать В ДЭЗ пишите жалобу Я буду свидетелем Я все подпишу А то мы так, знаете Все погибнем Ну будем считать, что я в рубашке родился Да, в рубашке Я сейчас Я сейчас сфотографирую все И пошлю в мэрию В мэрию все пошлю На портал Дед Матус! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Громче Валимка, на каникулы ко мне отпустишь? Нет, Володь, на каникулы она в Англию поедет Будет в семье фермеров жить А по цене, как у королевы матери Ну зачем ты эту тему педалируешь? Володь, не волнуйся, Гена, все оплати Дорогие ребята, у меня есть для вас две новости Одна хорошая, одна плохая Плохая то, что дедушка где-то потерялся в пути Но на наш с вами праздник приехал очень уважаемый гость Это выпускник нашей с вами школы Наша с вами гордость Глава управы Александр Максимович Воронов Встречайте! Спасибо Уважаемые ученики и уважаемые учителя С наступающим вас Новым Годом! Ну что ж, четверть закончена, а впереди каникулы Да, алё Поздравляем вас, ребята Да Сядь телефон Сядь телефон, быстро Сядь сюда Послушай, ты хотела, чтобы я заказал пиццу на всю школу Я сейчас заказываю на всю школу Сядь сюда Знаете, я сейчас не могу разговаривать Я сейчас занят, чуть-чуть Извините Простите Я доволюсь Спасибо Спасибо Несколько концертных флощадок Почему не бритый? А что, не побрился? Нет, не побрился Ген Давай, Володя, бритву, что ли, купю Да, давай Я сейчас закажу Вести спицы Я вспоминаю свои лучшие годы в этих стенах Первые друзья, первые оценки, ну и конечно, первая любовь С праздником, друзья А вот еще Приходит русский швейцарский банк А я хочу положить деньги на счет Ну, банкирому Сейчас, подожди Да? Да Гален Павловна, простите, я сейчас не могу говорить Что упал? Так, я вот А, банкир Да, банкир А, ну Банкир спрашивает А какую сумму вы хотите положить в наш банк? Русские так смотрят по сторонам И шопы там Три миллиона долларов Только вы, пожалуйста, говорите потише На что банкир отвечает Вы можете говорить громко У нас В Швейцарии бедность не является пороком Ну Давай, Семен Ты наш человек Заходи Поможем Давай Бедность не порок Не могу Свет Свет Найди, пожалуйста, телефон Неберюхи начальника полиции Сотовый Господи, когда ж ты кончишься-то, а? Этот снег уже снится, клянусь Ноги как ватные И сугроб затягивает Рустик Я не твой психотерапевт Я твой начальник Людей на крышу не хватает Дворников гони Ори, уговаривай, плати Делай, что хочешь Лариса Анатольевна, а у нас вся бухгалтерия На лопатах Я сам полезу А я одна здесь буду по сугробам скакать Так, подожди Алло Да Привет Передовикам скребка и лопаты Ну, дай Да размяться хочу Да не надо Отдай сюда, говорю Размяться хочу Ты ходяга А? Ты хоть жрёшь чего-нибудь? Нет? Жру Мам, Людопа, там буркают на крыше! Пойдёмте! Расходимся, расходимся, пригодите съёмку, уберите камеру! Сама где? Лариса Анатольевна, на горячем участке технику пригнали! Знает? Ну, с жильцами договариваются, чтобы машины убрали! Ну, понятно, знает? Ну, нет ещё! Давай, звони, чтоб в отделение пришла, протокол надо составлять! И что будет? Раньше надо было думать, всё, скажи, что внухай! Ко мне, давай! Идём, пойдём! Всё! Ну, сорвался-то, сам что ли? Да сам! Без страховки работал, дурило! Смола, что ли? Крышу латали, гидроизол! Раствор плохо развели, он уже трое суток не сохнет! Что ж он без страховки-то? Да не мог, Фархад, без страховки работать! А где же она? Можешь меня на крышу повезти? Пошли! Слушай, ты меня знаешь! Не могла я своего рабочего без страховки на крышу поставить! Мне что, в тюрьму захотелось? Знаю я тебя, знаю! Но троса мы не нашли! Не было? Нет его! Так что, плохи твои дела, Лариса Анатольевна! Да что за ерунда! У меня свидетели есть! Ростик его со страховкой отправил! Не было страховки! Ни на трупе, ни на крыше! На крыше тоже не было! Ну, брось меня пугать, а! Это был несчастный случай! Всё, я пошла, у меня дел полно! Ну-ка сядь! Лёша, два чая сделай нам! Есть! Сядь! Лариса! Ты что, не понимаешь, дело не в тебе! Если бы не ты, я бы даже комитетельцем не стал! И не в страховке была она! Не, не была! Какая разница? Звонок мне был! Звонок? Да! Сделаешь так, как я тебе скажу, отмажу! Пиши по собственному желанию! И подыскивай другую работу! Какую? Любую! И сделаю тебе несчастный случай! Столько хватит? Дело не в деньгах! Увольняйся или сядешь! Надолго сядешь! Ну, ты видишь, гидроизол, ну, никак не застывает! Тихо-тихо-тихо! Там следы! Аккуратней! Угу! Так! Значит, Фархад шел туда! Так! Вот его следы! Вот! Вот! И он шел не один! Видишь? Чистил он крышу там! И оттуда упал, так? Так. Шли они вдвоем, а вернулся только один. И это был не Фархад. Видишь, какая лапища? Слушай, никак не могу в меню фотографию войти. Давай-давай. Левее, левее возьми. Ага. Займось, наконец, спиной. А вы ни в чем не виноваты. Я ему трос дал, все объяснил. Вот на суде все так и скажу. Ростик, осуда не будет. Погиб в результате несчастного случая. Ростик, осуда не будет. Погиб в результате несчастного случая. Так, тогда зачем уходить? Слушай, не задавай вопросы, а. Я так решила. Иди уже на свой второй участок. Там сейчас техника подойдет. Кстати, Петру дай тридцатку и больше не давай. Будет просить, скажи после. А я тоже уволюсь. Не смей. Я тебя всему научила. Я этот участок столько лет поднимала. А новые метла придет и все завалит, да? И потом, на тебя у них ничего нету. Все дело во мне, понимаешь? Тебя они не тронут. А на ваше место кто придет? Понятия не имею. Иди, Ростик. Там снегоуборочная уже семь минут простаивает. Слышь, ты че трубку не берешь? Работаю я. Федю действительно жалко. Хороший мужик был. Я хочу это дело расследовать. Поможешь мне? Через час приду. Ко мне? Да. Ну, давай лопату. Вместе быстрее будешь. Через час. Ну, хорошо. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Поешь что-нибудь. Видишь? Это ботинок Феди, а рядом след чей-то. Слушай, а что это за размер обуви такой? Ну, не меньше пятидесятого. Редкий размер. Ты ешь, ешь давай. Слушай, а ты нашего председателя ТСЖ знаешь, Иванова? Председателя чего? Володя, а я приехала. Здравствуйте. Здрасте, мамлюдушка. Володь, помоги. Как съездила? Да нормально съездила. Угу. Мы тут, это, по делу. Подожди, значит, еще раз. Председательница чего? Товарищество собственного жилья. Твоего дома. И что, этот наш председатель? Так Иванова чуть не посадили. Говорят, Лариса Анатольевна подставила. Вареники у вас замечательные. Ой, да на здоровье. А то я вечно готовлю, приезжаю, а он не ел ничего. Подожди. Как подстроила? У нас рабочего убили, пытаемся разобраться. Ой, ужас какой. Иванова наняла рабочих делать ремонт в подъезде. Заплатила им, взяла расписку. А потом, раз, и неожиданно проверка ТСЖ. А проверку Лариса Анатольевна устроила, правильно? Да. И попросила сказать нашим рабочим, что они ремонт делали, но денег не получали, расписку не писали. То есть, Иванова реально грозил срок. Иванова бабка мстительная. А гибель рабочего вина управляющего. Значит, теперь могут посадить Ларису Анатольевну? Слушайте, я вот на вас смотрю, у вас так хорошо прям получается. Вы прям как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, я опять, что ли, что-то не то сказал? Ладно, спасибо, я... А, погодите! Я же сметанки привезла! Чего ж так орешь-то, а? Чуть не забыла. Давайте, под вареники. Спасибо. Да на здоровье. А, Володя. Здрасте, Галина Павловна. Здравствуйте. Извините, что без приглашения, но ненавистница ваша уволилась. Ну, Лариса Анатольевна. Ну, я рада. И вот мы, все жильцы нашего дома, хотим грудью встать, чтобы вас вернуть назад. В председателя нашего ТСЖ. Хожу, вот подписи собираю. Во. Видите? Володя, ну, как печенье? Первый раз в жизни попыталась испечь. Понравилось? Очень. Да. На мой вкус, сахара не хватает. А я сахара не кладу. И соль тоже. Забочусь о своем здоровье. Ну, я видел, как вы с фотоаппаратом по сугробам прыгаете. А может, давайте сразу начнем собирать подписи, чтобы вас назначили начальники ДЭЗа? Нет, 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 нет. Место расстрельное. Ну, зато хлебное. А это меня никогда не интересовало. Я всегда хотела заботиться о людях и делала это. И вообще в доме я всегда вела себя честно. Ну, я не сомневаюсь. И даже когда вот эта проверка пришла... Ну, я в курсе. Да, Воронов пытался меня защитить. Лариску он бы мог турнуть в любой момент. Подождите, а Воронов – это глава управы нашего района? Да, 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 да. Так вот, я ему сказала, не смей, пусть все идет так, как нужно, как положено, по закону. А потом жизнь все расставит по своим местам. Вот, а то, что сейчас произошло с Лариской, я считаю справедливым. Понимаете, все-таки человек погиб. Вот это ужасно. Но Лариска за это сядет. Ну, суд решит, кто сядет. А Воронового вы откуда знаете? Воронов мой ученик. Да. Вот, посмотрите, у меня есть фотография. Идите сюда, Володя. Посмотрите. Это я. Вот Мишка Воронов. А вот Сережа Грачев. Это же Воронов. Воронов выделил мне дачный участок, сделал персональную пенсию. И вообще, я почетный пенсионер. Уважают, уважают, уважают. А вот еще один. У мужика в доме завелись тараканы. Ну, сосед говорит ему, а ты сходи на рынок. Купи китайские карандаши от тараканов. Ну, мужик пошел, купил. Сосед спрашивает, купил? Купил. Ну, и как? Как тараканы-то? Нормально, говорит. Сидят тихо, рисуют. Поздравляю, председатель, с новой должностью. Ну, а ты подумал? Оно мне надо. Ну, а мой бизнес? С ним что? Это мой бизнес. Ты забыл? Я отдаю его в другие руки. Завтра пойдешь встречать с людьми, подпишешь бумаги. Да? Серега, я когда-нибудь тебя кидал? В Дэзи мне нужен свой человек. Это же клондайк, пойми. Ну, и тебе будет хорошо. Участок Ростик покажет. Мовлюда его хотела взять, но не справится. Инструменты, униформу тоже у него все возьмете. Какие инструменты? Скрипку. Ну, лопату, кирку, реагенты. Вот. И все? Все. Так просто. А что вы еще хотите? Я слышал, москвичей в дворники не берут. А москвичи хотят вставать в пять утра и дерьмо за собой убирать? Вот вы, кстати, первый. Да я просто так спросил. Угу. А что жильцы-то болтают? Вы слушайте, уважаемый. Рабочий погиб в результате несчастного случая. И я здесь ни при чем. Понимаете? Так бывает. Все бывает. Я не про рабочего спрашиваю. Про Иванову. Вы и рабочих давали. Владимир Сергеевич, вы дворник, а не полицейский. Суд ее прав дал. Суд ее пожалел. Зато в следующий раз подумает, прежде чем в председатель ТСЖ лезть. И я себя, кстати, виноватой не считаю. Потому что Иванова ваша работать не давала. И уволить ее никак нельзя было. Она же у нас заслуженный учитель России. Не убивать же ее в самом деле. Прошу. А значит, лопаты? Кирки, реагенты. Реагенты. Можешь больничный взять, а? А? Эй! Че ты как в рот воды набрала? Давай поговорим. Ты зачем мой участок взял? Не понимаешь, что это мне еще десять тысяч? Какой тебе еще участок? Ты вон так на ходу спишь. А это не твое дело. Володь! Эй! Володя! Участок в паре, реагентом засыплешь? Хорошо. Вечером зайдешь в контору, рассчитаю. А пусть она засыпет. Ее и рассчитайте. Я засыплю. Хорошо. Да сыпь ты. Хоть засыпься. Че ты надулась-то? Давай поговорим. Помоги мне из подвала мешок вытащить. Давай. Ковыляешь как-то. Спасибо. А может, это Иванова? Мотив у нее есть. Ларису подставить. Ну, как ты себе это представляешь? Она, конечно, бабка злющая, но чтоб человека убить. Нет, этого не может быть. Может, за нее отомстили? Кто? Ну, попщитель у нее больно влиятельный. Ученики ее бывшие. Он как за нее хлопочет. Ребят, а че стоим? А, блядым, че стоим? А обед закончен давно. Идем, убирайте. Снег идет. У вас совесть есть? Вон люди по четырнадцать часов работают. Ребят, снег идет. Ничего не по делу. Идем. Выходим, ребят. Чистим снег. Лопаты. Прошел в今 Гаттер. Гаттер. Покс, 불гадает. А, господин. Уkommen, делатьá. Дене creativity. Узраев Надо уже будет! Вот кто тебя просит убирать мой участок? Так опаздываешь? Вдруг проверку оштрафуют. Я не опаздываю, я отпросилась. Куркат на родину отправляют, там похоронят. А, понятно. Эх, снег, снежок, белые летельцы. О, насчет камер. Да, Рома, привет. Угу. Так. Угу. Понял, спасибо. Да не, какая рыбалка, у меня работы завал. Да. Да, спасибо, ну давай. Ну что, в день смерти Фурката заменили камеры на козырьках домов номер двадцать три, двадцать четыре и двадцать пять. Значит, надо узнать, кто написал заявление о замене камеры. Никто не писал. Замена была плановой. А вот кто знал об этом, вот это интересно. С почином, я, можно сказать, ваше решение, Владимир Сергеевич, уважаю. Дворник, это тоже профессия. Ростислав Петрович, нам бы снегоуборочную машину на участок. Что же, значит, вручную, да вручную. А это не я теперь решаю. А кто теперь решает? А у нас с завтрашнего дня новый управляющий. Грачев Сергей Викторович. Завтра принимает дела. Угу. Угу. Ну почему же завтра-то? Можно и сегодня. Можно. А я тут творников рассчитываю. А, ну я так зашел, просто посмотреть, поглядеть, прикинуть, перетереть кое-чего. Ты дворник, да? Дворник, потомственный. Ну, до завтра. Ага. Как там Фарида? Плохо. С тобой что такое? Сейчас пройдет. Так, ну-ка, пойдем ко мне. Отстань, а. Так, давай, пойдем. Иди, не разговаривай. С тобой! С тобой! С тобой! С тобой! Что там, беда? Ну вот, горяченького похлебай. Спасибо. Слушай, может тебе суп разогреть? Леся приготовила. Не надо. Уютно у тебя стало. Хорошая Леся хозяйка, чувствуется женская рука. А ты меня что, сватаешь? Она свободная, ты свободная. А чего не женитесь? Нормально. Я тебя в дом проявил, гуманизм, может сказать, проявил. Кормлю, а ты мне морали читаешь. Ладно, пойду я. Спасибо. Ну чего ты сразу? Подожди, слушай, может тебя больничным взять, отлежаться, а? Сейчас самое время заработков. На Самира вот собираю. А зачем? Мне обещали его найти. О! Здрасте. Привет. В баке нашел. Федина страховка. Мусорщики его уже увозили, еле успел. А откуда ты знаешь, что от Федина? Там два новых карабина. Спасибо. Та шо-то? Приходил, от Феди страховку нашел. Убери его. Хорошо им тут, солнышко. Не дует. Я тебе зуб даю, его сбросили с крыши. Убийца его знал, после падения снял с него страховочный трос, кинул в мусорный бак и все, концы в воду. Володь, ну кто сбросил? Ну кому это надо? А надо тому, кто его заказал. Ты мне про Грачева узнал? Да, кстати, а ты знаешь, что кактусы цветут только зимой в основном. Вот эхинопсис золотой. Смотри, ну глаз не оторвать. Налей ему пятьдесят, пусть очухается. Буду я еще на него пятьдесят грамм тратить. Так, старший лейтенант, встал, взял лопату и пошел снег чистить возле отделения. Все, встал, это приказ, и пошел. Давай, давай. Товарищ майор, ну… Тут товарищ майор, лопату у дежурного возьмешь. Я просто… На встрече одноклассников он был. Ты представляешь, Володь, одноклассники мента напоили. Да ладно. Да, я тебе говорю, ужас. А про Грачева я тебе расскажу. Отсидел, вышел досрочно по УДО, ну ничего интересного. Подожди, так он сидел? А по какой статье? Как его в ДЭС засунули? У него что, опыт, специальное образование? Слушай, какая тебе разница, а? Давай, забирай свою эту бельевую веревку, улика тоже мне. Ты что, в сыщика не наигрался, а? Ну напился чурка, ну? Ну упал с крыши, ну что, малых падает что ли? Подожди, а вы что, алкоголь в крови обнаружили? Экспертизу проводили? Слушай, ты мне по чесноку скажи, тебе вот это все на хрена надо? А тебе прямо ответить или уклончиво? Работаешь? Ага. Ну давай. Владимир Сергеевич, улики покажите. Чего? Улику покажите. Это чего? У меня однокурсник из архива МВД. Пьет, пьет и не пеняет, гад. Здесь все по делу Грачева. Лопатой греби. Я уверен, что Грачев работает в связке с воровом. В смысле? Грачев отмывает его деньги. Все прекрасно все знают, только доказать ничего не могут. Вообще вся надежда на вас. Давай, давай, лопатой греби. Только с похмелья не налегай, это вредно. Потом полтинничек не забудь. Пока. И рассольчика. Володь, ну нельзя тебе такие нагрузки с твоей головой. Иди ложись. Нина, здорова. Я к тебе сейчас приеду. А я трезвый. А я знаю, что ночь, дело есть. Я похожа на сотрудника отдела экономической безопасности. Ты очень похожа. Нин, ты помнишь, два года назад защищала одного сотрудника из этого дела? Кондратьева? Да. Застрелил подозреваемого. Нин, а если я найду свидетеля, который покажет на главу правы? На Воронова? Да. Твой Кондратьев сможет на него замахнуться? Даже не думай, чтоб я больше этого не слышала. Если ты о себе не думаешь, то подумай хотя бы о Польке. Здорово, Нин. Здорово. На, возьмись с горчичкой. Не хочу с горчичкой. Ну, я уже намазала ей. Не горячо? Предлагаю жить втроем. Не пересолено? Нормально. Ну, посмотри еще, Нин. Вот я тебя с сыром взял. Спасибо. Ну, вдруг ты со свининой там не ешь. Ну, в общем, жуй. Ну, короче, подстроил все Грачев с подачи Воронова. Все сходится. Грачев сидел за наркотики. Его по наводке взяли, устроили контрольную закупку, ну и накрыли. Что интересно, вышел он очень быстро. Ты слушаешь? Угу. Ну, тот, кто его заложил, очень хорошо знал его дела. А вот кто это, в деле не указано. Проводил операцию следователь Рябов. Впоследствии уволенный за превышение должностных полномочий. Ты спишь, что ли? Вот дает. Вот. А Рябов Андрей Алексеевич у вас работает? Да, вон он стоит. Спасибо. Рябов Андрей Алексеевич, вы? Ну, я. Поговорить бы надо. Дело Грачева вывели. Ты когда кассиршу расспрашивал, я сразу понял, что ты мент. Где-то минут через десять заканчиваю. В рюмошной, напротив. Хорошо. Точно в завязке. На профилактике. Сочувствую. Ну, так кто Грачева отмазал? Дружок его Воронов. Большой человек. Но я и стал копать под Воронова. Меня и слили. Вот теперь охранником. Не в дворники же мне идти. Да. Слушай, а кто Грачева сдал? Училка донесла. Директор школы. Проявила бдительность. Доложила, что такого-то числа Грачев продаст крупную партию наркоты. Ну, я его горяченькими взял. А откуда она могла знать о сделке? Не знаю. Не запретили ее допрашивать. А сразу после контрольной закупки пропало ее заявление. Что вам нужно, я говорю? Я в милицию позвоню сейчас. А, давайте я позвоню, а? Не надо, я спрашиваю, что нужно? Галина Павловна, я вот тут все кумекаю, никак понять не могу. Откуда у вас вот эта персональная пенсия? За заслуги перед Родиной. А вот там на пианино я видел эту грамоту от МВД. А там написано, за помощь в раскрытии тяжкого преступления. Правильно. Помогла обезвредить опаснейшего преступника. Это Грачева? А откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что Грачева? Мне обещали, что в деле моя фамилия не будет фигурировать. Вас обманули. Все выплыло. Это было очень давно. Ну, давно не давно. А получается так, что вы сдали своего ученика. Нет, я не сдала. Я просто выполнила свой долг. Воронов все рассказал мне про Грачева. Он был его лучшим другом. Он все знал про него, но не мог, не мог пережить то, что Грачев наркоторговец. Понимаете? Он попросил меня принять в этом участие. И обезвредить опаснейшего наркоторговца. Он рассказал мне, когда будет совершаться сделка. И просил меня быть бдительной. Я позвонила и сообщила в органы. Таким образом я выполнила свой долг. Я обезвредила, повторяю вам, опаснейшего наркоторговца Грачева. А кем бы он был, если бы не это? Он бы вот в канаве, в яме бы болтался. Понимаете? Ну, вот как-то так. Ты дворником под прикрытием работаешь, что ли? Да нет, я на пенсии. А это зачем делаешь? Тебя Воронов сдал. Я хочу, чтоб ты знал, ради кого на убийство пошел. Ты чего там шептешь-то? Это ты скоро в тюрьме шептать начнешь. А ты знаешь, что у него двое детей было и жена беременная? У кого? У Фархата, у кого? Да знаю, мы деньги давали на похороны. Ты думаешь, это я его? А что делов-то? Сбросил чурку с крыши и все. У меня жена казашка. Ты ее, что ли, тоже чуркой считаешь? Не там копаешь, начальник? Я не при делах. А я не понимаю, зачем Воронов Грачева из тюрьмы вытащил? Сначала он Грачева в тюрьму посадил. Зачем? Затем, что был должен ему большую кучу денег. А так, на эти деньги он открыл бизнес, дела у него пошли успешно, деньги потекли рекой. Но так как он чиновник, легализовать эти деньги никак нельзя. И вот тогда Воронов решил Грачева из тюрьмы вытащить. Представляешь? Ну, чтобы стать таким спасителем. Ну, чтобы тот по гроб жизни ему был обязан. Угу. На жену-то ничего записать нельзя. А так он записал на Грачева. И дом, и машину, и бизнес. Машина у Грачева, он, Порше, больше однушки стоит. Но только доказать это никак нельзя. Слушай, может у тебя выспаться, а? Давай я завтра сам, а то на тебя смотреть страшно. Не смотри. Не могу. Ты же мелькаешь все время. Перед глазами. Туда-сюда. Три дня ничего не происходит. И Грачев ничего не делает. Так может это не Грачев. Может и не Грачев. Не, Неберухин прав, это висяк. О! Да, привет, Лёгок на помине. Чего? Хорошо, пронесу. Ничего не понимаю. Неберухин открывает дело по Фурхату, просит принести улику. Ну, эту, страховку. Навлюда, Владимир Сергеевич, зайдите после работы. Лариса Анатольевна очень хочет вас видеть. А Ларису Анатольевну вернули? Вернули. А Грачева сняли. Ну, с наступающим. С наступающим. Раз пошла такая операция, мы подумали, что ты можешь нам помочь. И мы не можем игнорировать твою улику. Дядя, а какая операция? Грачев дает показания на Воронова. Только этим занимается отдел экономической безопасности. Там Кондратьев звонил. Вот. А мы должны им помочь. Получается, Грачев не при делах? Володь, так я тебя о чем толкую? У него железное алиби. И а какое алиби? А, в день гибели твоего рабочего, этого, как его, Фархата. Ну, Грачев был в Шереметьево. Вернулся из Швейцарии, где открывал счет для Воронова. Вот люди, а. Я на редкий кактус денег набрать не могу. Они там банкские счета открывают. Ну, Володь, спасибо большое. Ты, если что, заходи, так чайку попьем посиди. Хорошо, бывайте. Так, и правее. Правее давай. Распустились тут без меня. Здрасте. Заходи, угощайся. Простите. Ну, а каленый твой где? Не знаю. Ладно. Я сегодня добрая. Въезжай в свой подвал. Ой, спасибо. Есть кому помочь-то? Ага. Извините. Ростик, ты чего залив? Ростик. А Владимир? Так я думал он это… А, извините. А ты где Новый год встречаешь? Не знаю. Дом, наверное. К нам приходи. Я всего наготовила, холодец свалил. Да нет, спасибо. Мне… А я в поезде Новый год встречаю. На работе буду. А Володя один остается. Мне чего-то его так жалко. Да ничего, взрослый справится. С наступающим. С наступающим! Алло. 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 Володя. Наблюдо. Алло. Слышишь меня? Алло. Алло, алло. Абонент, временно… Заходи. Ничего сказать мне не хочешь, а? Калёна думает, это Грачёв. А ты что думаешь? Это ты. Ты человека убил. Человека? Это вы что ли? Человеки-то? Да у меня таких, как он, в очереди сто человек стоит. Куда ты? Иди сюда! Куда ты? Помогите! Стоять! С тобой все нормально? Да? Стоять! Ребята, я не виноват. Он сам сорвался. Я абсолютно случайно здесь, ребят! Фуаааа! Чихо! Я не виноват! Я не виноват! Я сам сорвался! Я сам сорвался! Я не виноват! Гад! Все, поехали. Да, все верно. Да, все верно. Иди сюда! Тихо! Всё верно! Тихо! Все верно! Так... Виноват, тихо! Разговор есть. Какой разговор? А жена в курсе, что у тебя трое детей? Слушай, мавлюда, троих твоих детей тянет. У тебя совесть есть, нет? Мавлюда знает про меня? Да нет. Ты ей не скажешь? Ты не говори, мужик. Пойми меня. Я жить только начал. Все с нуля. Да. Нормально. Ты меня как мужик пойми. Просто. Я тебе клянусь. А с мавлюда я сам все решу. Я тебе отвечаю. Ты просто меня пойми. Жизнь такая. Я тебя прошу. Я тебе клянусь. Ну ты где ходишь-то, а? Здесь. Это мой знакомый. Вот здесь. Чё, а? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты ко мне шел? Айс, да нет, погулять вышел. А я? На вот, беляши с мясом забери. Знаешь, чё? С Новым Годом! С Новым Годом! Может быть, шампанского? Ну, чисто символически. КОНЕЦ 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 Ты чё? Ты сейчас разговаривай. Ну чё говорил? Подсекай, подсекай, это уйдёт. Бандитов что дали? Перед самой лункой ушёл, скотина. Кто ушёл? Лень, килограмм на два. Плохую сумму. На рыбалку пора. А рыбка беременна стесняться. Чего? Да ничего. Может ты руку отлежал? Наверно. На спину. Рыбак. Лень. Все взяла, ничего не забыла? Все взяла. Ну посиди со мной, пожалуйста, присядь на дорожку. Примета-то такая. Ты будешь по мне скучать? Ну, конечно. Ну, исправлюсь. Володь, я в следующий раз хочу сына привезти. Тебе понравится. Знаешь, он какой хороший. Да не расстраивайся ты так. Я думала, он у тетки остановится. Просто хотела, чтоб познакомились, если ты не против. Я открою. – Здравствуй. – Привет. – Нет. – Здравствуй, Мавлюда. Здрасте. Хотела вас пригласить с Олесей сегодня в день рождения. Приходите. Спасибо. Зайдем. А я вот в рейс ухожу. Ну, смотри, тут за моим, чтоб баб не водил. До свидания. С днем рождения! Пошли до дома, Дереза. Ксений Семенович, нас проверяют. Положено час гулять. Вы понимаете, у вас недавно был инфаркт. У меня один недавно умер от инфаркта. Не дождетесь. Я до ста двадцати проживу. О! Бурдо! Урожай двенадцатого года. В этом году был виноград кислый. Но выбора нет. Я в вашей конторе квартиру не за так отписал. Ты обо мне заботиться должна. Угождать. А то я тебе передумать могу. ТЕЛЕФОННЫЙ ПОЛОДИВАЛЫ АЛЛАДА Смотри, сколько всего. Все твоего размера. Я у женщины одной, с авиамоторной, по выходным убираюсь. Такая модная женщина. Говорит, старая коллекция, не найди, ну, собирай. Она на меня не лезет. Не пропадает же? А это сами знаете, в чем ходит. Стоя. Очень хорошо. В самый раз? Ну, скажите вы ей, что так жить нельзя. Ну, пропал муж и пропал. Сколько времени прошло? Нельзя же ведь себя заживо хоронить. Еще несколько лет и никаких шансов. Ладно, я. У меня внешность европейская, мне проще. Мужиков брать надо, а не ждать милости от природы. Правильно я говорю? Феруза, или Томас? Ох, зен ёп. Ну что, мы чай будем пить? Ну да. Вот я, сколько раз обжигалась. И ничего. Руки не опускаю. В России мужиков бесхозных. Видимо-невидимо. Нашли кого-нибудь. Нет, пока. Я над этим работаю. Устроилась контора по уходу за пожилыми людьми. Ну, которые, как помрут, квартиры отписывают. У меня так знакомая одна ухаживала, Алия. Ну, ты помнишь, за одним народным певцом. Все еще смеялись над ней. А она за ним так ухаживала, что старикан контрактор сторгнул и женился на ней. А через три месяца помер. Феруза. Удар. Феруз, смени тему, а? В двухкомнатных печатниках. Феруз, помолчи, пожалуйста, а? Ну, и повезло Алие, а? Мне кажется, печатники не очень хороший район. Ничего, можно с печатников начать. Конечно. Ой, толпа. По чем утюг брали? Феруза. Ну, просто, если мужчина дарит утюг, значит, у него серьезное намерение. Я не про вас, конечно, вы безнамеренны. Смени тему. Ой, а завтра я на Рублевку еду. К богатому вдовцу. Молодой, считай, семьдесят лет. Генерал. Дети за границей. Любит восточную кухню. А старика своего на кого оставляешь? На тебя. Даже не мечтай. Ты мне сестра или кто? Троюродная. Нет, вы посмотрите на нее. Всего-то час в парке, уколы и обед. Он одни макароны лопает. Я уже и договорилась. Ну, мне правда, от него отдых нужен. Я с ним энергетически не сошлась. Боюсь, убью. Тебе что, деньги не нужны? Ну, ладно, девчонки. Я пошел. Мавлюда, соглашайся, это шанс. Ну, с днем рождения. С днем рождения, да, спасибо. Приходите еще. Что? Дженоса. Долуба. Вот это тоже выкидываете? С автографом? Только пыль от них. Буки нести, хороших денег дадут. О, тогда оставь. А Платона? Вот, тут ваши какие-то пометки, закладка. Вы любите философию. А что ее не любить? Вижу плохо. Так, давайте я вам почитаю. Валяй. Голову опустите, пожалуйста. С какого места почитать? Закладки? Ага. Петь, ну чего? Вон, мамой, клянусь. А где живет? А окна какие у него? Вон, на шестом этаже, где горшки, видишь? Но там еще занавески белые. Цветами, да? Цвета, вот. Если у мужа вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите им за это. Если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их, так же, как я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном. И делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Ну вот уже время идти отсюда. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. Пора делать укол. У меня тоже был сын. Сейчас, Арсений Семенович, лежите спокойно, я уже почти заканчиваю. Вот так вот руку сделайте. О! О! Что такое? Э? Что видим? Мушок шумит? Побираю. Что слышишь? А? А? А я дочку умру. Нет, не умрешь. Тише, тише. Только не у меня на руках. Скажи, Федьке, я как Сократ, я все по справедливости, все в конторе, дулю ему. Значит, леска 0,14, крючочки шестерка потоньше. Черт. Уралочки две, вольфрамовые покрупнее, кивки ловсановые и две балалайки. Проверяйте. Угу. Угу. На леща идешь? На него, уродимого. Возьми кормушки побольше. Взял. Сама мотыльом прикармливаешь? А, товарищ. Я еще грязь добавляю. И семечки молотые. Поджаренные. Ну, а то. А сухарей добавляешь? Понял, ручные. Начали, иди ко мне жить. Ядро на дрень. Пейте кофе, не разговаривайте. Я там оставила на ужин гречку на плите, подогрейте. На ночь фонтин выпейте, ладно? Одну таблетку. Фонтин я отменяю. Зря мы скорую помощь не вызвали. Дочка? Да. А ты завтра придешь? Приду. Это что получается? Он, по-моему, смену окочурился. Как давно ты ему колешь с фонтин? Как из больницы выписывался, как врач назначил. Какой врач? Что ему назначили? У него нет сердечной недостаточности. Откуда такой диагноз? В поликлинике назначили. В какой поликлинике? В фирме отслеживает лечение. А, фирме отслеживает лечение. Понятно. Тот-то он на конце иглы заговариваться начинал. Я думала, он давно издевается. Хулиган не думала. Фируза, ты же работала в больнице. Ты не понимала по реакции, что ты его убиваешь? А? Ну, измерила бы ему хотя бы пульс. Еще три таких укола, и он бы умер. А квартира перешла бы в фирме. Очень удобно. Как ты могла такое подумать? Я бы на такое никогда не пошла. Я по-честному хочу. Руся! Ты идешь, Русь? Иду, Михаил Михайлович! Руся, это что? Я. Так жену завалил в покойницу. Слушай, я тебе денег добавлю. Походи бы как старику, а? Складываются у меня, понимаешь? А на фирме я сообщу, что приступаю. Не вздумай ты, не вздумай, а если они замешаны. Ну, ты мост-то свой включи. Фирус, Руся, ладно, не буду. Стой. Он говорил, у него сын есть. Ты слышала? Да нет у него никого. С ним бы договор ни за что не заключили. Знаешь, как они проверяют? Он цена говорит, ага. Больше слушай. Они его убьют, и концов никаких. Ну, что ты выдумаешь-то, а? Поехали на рыбалку. Слушай, там препарат на перстянке. Сердечные клюкозиды назначаются при сердечной недостаточности. Там дозы огромные. А у него этой недостаточности нет. Я его чуть не убила. Что он у тебя жениться обещал? Мы все будем старыми. И ты тоже. А я сегодня в рыболовье встретил женщину своей мечты. На леща ходит. Риэлторская фирма «Надежда». Клиент Должанский Арсений Семенович, 31-го года рождения. Не женат, детей нет, родственников нет. Ну, и зачем ты мне это говоришь? Слушай, у него договор о пожизненного проживания и содержания на иждивении. Я не смогу к нему долго ходить. Любая сиделка будет колоть, они его убьют. У меня сегодня рыбалка. Понимаешь? Рыбалка. Это святое. Ну, что ты стоишь с ним и укором? Что ты от меня хочешь? Не знаю. У тебя родители живы? Ты много чего про меня не знаешь. Ты родителям помогаешь? Некому помогать. Отец в 67-м от инфаркта умер. Мама без него долго не прожила. Мавлюда, не Берухин меня с этим делом засмеет. Понимаешь? Доказательств ноль. Никому они не нужны, старики. Никому не нужны. Значит, давай, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай. Мой отец. Брачный договор есть? Но очень плохо, надо было раньше думать. Я перезвоню. Володя, мы можем по телефону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Муж на рыбалку собрался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. У бывших наркоманов, алкоголиков и мужей просто не бывает. Володя, у тебя три минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, адвокатка Аленая. Да. Я вам буквально через три секунды перезвоню. Да. Ты помнишь, вы владела бабки, которая хотела записать свою квартиру на риэлторскую фирму? Ты что, хочешь нашу квартиру? Мою. Мою и Полькину. Я там тоже прописана. Так, ты можешь не задавать вопросов, а просто меня выслушать. Не могу. Я стараюсь. Ты же видишь, я стараюсь. Так, скажи мне, почему эта бабка передумала? Алло. Да. Да. Мы будем отбивать половину квартиры, потому что там есть завещание. Хорошо. Я перезвоню. Ты что спрашиваешь? А, бабка? Бабке показалось, что клиенты фирмы подозрительно быстро отдавали концы. Ну, так ей показалось. А тебе как показалось? Да мне никак не показалось. Мне все равно. Мне за это показалось, бабка хорошо заплатила. Мы написали отказ и жалобы на надлежащий уход. Вот и все. А почему она не захотела обратиться в полицию? Да полиция вообще в такие дела не суется, Володя. И потом, эта уважаемая фирма, 10 лет в бизнесе. Алло. Адвокат Калёная. Нет, дорогая. На дачу мы претендовать не можем. Дача куплена в браке со второй женой. А вы разведенная жена. Да. Так что дачи машем ручкой. Угу. Всего доброго. Я перезвоню. Как называется эта фирма? Извините, пожалуйста, сейчас, минуточку. Да, да. Я говорю, как называется эта фирма? Надежда. Все, иди. Ну, наконец-то. Володя! И делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Ну, вот уже время идти отсюда. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. Конец. Еще это место почитай. Мы уже это место три раз читали, мне пора. Арсений Семенович. Хлористый калий таблетку на ночь. Витамин С с утра. И курагу жуйте я намыла. Надо калию восстанавливать. Сегодня я последний день, потом Фируза будет приходить. Мне ее не надо. Вот сама приходи, дочка. Она меня убить хочет. Арсений Семенович, а можно я посмотрю ваш договор с фирмой, Надежда? Смотри. А где он? Да пес его знает. Ладно. Поищу. Елизавета Марковна, это с последней выставки. Вот это с последней выставки, вот это, вот это и вот это. Я специально для вас придержала. Елизавета Марковна, вы мне клиента обещали поменять? Милая моя, обещала, да не могу. А старика лежачего с беговой? Старик лежачий с беговой хочет сиделку славянской внешности, вот эта миленькая. Это же гранат. Ваш камень. Чем тебя Должанский не устраивает? Ходячий, интеллигентный, погуляла, покормила, сделала укол, отдыхай. Сколько? Ну, для вас сделаем скидочку. Фируза, не стой над душой. Хочешь, увольняйся. До свидания. Беру. Мавлида, апа. Быстрее смотрите, нам нельзя карты показывать. Да, действительно, сердечная недостаточность. Диагноз в больнице ставили? Ну да, в тридцатый. У нас обычно всех прикрепленных к фирме «Надежда» туда отвозят. А там уже контролируют лечение. А, Игуль, а сколько у вас стариков от фирмы наблюдается? Четверо. Было шестеро. Двое умерло. От чего? Инфаркт. И в том, и в таком случае. Спасибо. Что, не задалась рыбалка-то? А что-то спину вскрутила. Что там по старику-то твоему? Он такой же мой, как и твой. Ну, по-нашему. Так нормально. Препарат выписал врач тридцатой больницы «Масло-ВА». Он же диагноз ставил. Я думаю, что он связка с этой фирмой «Надежда». Название-то какое «Надежда»? Слушай, я тут кое-что накопал. Хочешь, расскажу. Давай. Ну, только давай не здесь. Что здесь мерзнуть? Пойдем ко мне. Не, мы можем и к тебе пойти. Просто у меня места побольше. Значит, давай домой. Слушай, я тебя не на свидание зову, а как товарища, коллегу. Да поняла я. Пойдем. Давай. Да-да-да-да. Вон. Вон он. Слушай, а кем он тут работает? Да тренер. Они накостыляют нам опять. А ну, валите отсюда! Быстро! Пожарать охота! Месье, можешь дать пару слов? Ну, Федя, ты что не узнаешь друга отца? Так, руки убери. Охренел совсем. Федя, это кто? Никто. Иди, садись в машину. Федя, ну ты что, Маринков знаешь? Садись в машину. Я нашел твоего отца. Радость-то какая. Так, я тебе в прошлый раз 10 тысяч дал. Что тебе еще надо? Ну, обстоятельства изменились. Ну, отец помрет. Квартира государству достанется. А ты единственный наследник. Я все узнал. На Павла Морозова 44. Трешка на шестом этаже. Квартира 191. Ты только подумай. Трешка. Такие денежища. За информацию пожертвуй, а? Нет денег. Маринка, я его же на руках. Нет, у меня отца. Ты понял? Нет. Еще раз здесь появишься, убью. Охрана. Пшли отсюда мухой, быстро. Быстрее. Федь, откуда этот человек знает, как тебя зовут? Понятия не имею. А что он говорил про отца? Ты же говорил, у тебя нет отца. Я что, по-твоему, из пробирки появился? Ну и жизнь, а. Носа плюнул. Ладно. Ну, на квартиру-то. Ты представляешь? Сядь и нормально расскажи. Стариков этих одиноких они в поликлинике находят и обрабатывают. Золотые горы им обещают. В больнице складут лекарства, прописки. В общем, не придерешься. Ну, не кипятись. Пусть этот старик расторгнет договор с фирмой и все. Да я уговаривал. Он не соглашается ни в какую. Я говорю, может, вы врача поменяете? А он нет и все. Вообще, какой-то странный старик. В смысле? Да путается, забывает все. Ну, его возрасте понятно. Да нет, вот он играл в оркестр. Я говорю, какую музыку любите? А он по полю танки грохотали. Или ноты выкидывает, а там подписи Рихтера. Кто такие ноты выкинет? Ну, может, он в маразме уже. Не знаю. Давай, в общем, завтра как договаривались. Тебя проводить? Очень смешно. Ну, могла бы для вежливости улыбнуться. Вообще-то улыбка идет. Так-то ты не очень. А когда улыбнешь, вполне. Да, иначе-то. А когда улыбнешься, карманов нету. ИНТРИГУЮЩЕВАНИЕ 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 КОНЕЮТА КОНЕЦ КОНЕЦ А Бовка сними, мне в свинарник пришел Посидел, годы Давно завязал? Это тебе не касаемо Ты меня выгнал, помнишь? Отца родного на улицу выбросил Откуда это все? И это тебе не касаемо Вот тебе Это моя хата Я ее отписал в фирме А ты обломись Ну ты спросил, помнили ее? Я-то помню А ты помнишь, батя? Как мы в деревне жили, помнишь? Как мать болела, а ты ее угробил, ты помнишь? Как ты клялся, завяжу, завяжу Гляди-ка, не прошло десяти лет, завязал Меньше Десяти еще нет, девять лет и восемь месяцев Мать, я тебя никогда не прощу Сынок Я не знаю, откуда у тебя все это И знать не желаю Мне пофиг Сынок, не умирать скоро Я все тебе отпишу Все как положено Да ничего мне от тебя не нужно И сними ты этот пиджак Ты в нем на пугало похож Должанский Посмотрим Должанский А вы его так визуально не помните? Слушайте, эти старики все на одно лицо У меня их сто пятьдесят человек на этаже лежит Должанский Это Лунный камень Вольной презентовал Сказал, пока я его ношу, ничего со мной не случится Вот и ношу как дурак Суеверный врач Редкое явление При нашем уровне медицины Остается уповать только на лунный камень А вам не кажется, что ваша фирма к нам зачастила? Угу Ну нашим клиентам за семьдесят Не все верят в лунный камень Да? Как вы говорите, вас зовут? Владимир Сергеевич Каленый Владимир Сергеевич А давно в фирме работаете? Ну как, вот Ну можете не звонить, я там не работаю А где вы, простите, работаете? В Муре Работал следователем Сейчас на пенсии Сергей Витальевич Все указывает на то, что вы являетесь участником преступления Покиньте, пожалуйста, кабинет, психиатрическое отделение на втором этаже Охрана! Сергей Витальевич, я надеюсь, вы осознаете, что являетесь участником преступной группировки которая занимается захватом жилплощади одиноких стариков Угу, угу Охрана! И я это докажу Удачи вам, всего доброго Удачи! Елизавета Марковна Хорошо, Лазик, спасибо, я поняла, буду знать Да, приезжай, поговорим Так, вам нужно будет заполнить анкету Принести медицинскую справку Обычная форма Паспорт у вас в порядке Опыт работы с сиделкой, я надеюсь, у вас есть? Да, я работала медсестрой Ну, прекрасно, значит, вы сможете поставить капельницу, сделать укол Да, какие-то особые препараты А вас это не касается Лечение назначает квалифицированный доктор Почему вы спросили? Ну, просто поинтересоваться А какое медицинское учреждение вы заканчивали? Ташми, Ташкентский медицинский институт, у меня есть диплом Спасибо, вы на мне подходите А почему? Можно поинтересоваться? Нельзя, я вам не доверяю Простите, до свидания Спасибо Здрасте, извините, пожалуйста У меня тут дядя кружку забыл А он такой в приметы верит, говорит, в больнице ничего нельзя оставлять Не находили? Не, ничего не находила Должанский такой, тромбонист с недостаточностью от фирмы «Надежда» Спохватились Бросили человека, теперь спохватились А не стыдно? Ну, так получилось Что получилось? Как получилось, что он чужим людям квартиру отписал, а? Ну, знаете, я пил сильно, а теперь в завязке, вот исправляюсь, кружку ищу А как дядя зовут? Должанский Тромбонист такой, с усами Ну, Должанский, это тот, который нам скандал устроил, что к нему бомжа положили Ну, бомж кромой, который в сестринской весь спирт выпил, помнишь? А, а это не мою смену было Я пришла, бомж уже умер, а соседы его выписали, так что ищите кружку другую смену А что это бомж? Ну, бомж как бомж, с усами, хромой В шесть часов надо прийти Слушай, может какую-то другую больницу найдем? Ну-ка, идем-ка со мной Навруз Булатович заведовал кафедрой в Самарканде, он уважаемый человек А ты такие вещи про нем говоришь, нормальная больница Знаешь, сколько стоит нормальной твоей больнице мне, например, кровь сдать? А диаспора для нас открывает такие пункты Ценность придерживает, потому что мы тоже люди А что ты так завелась? Я просто уточнил Вон там налево Ну хочешь, я у этого Навруза тоже обследуюсь? Навруза? Ну, а я как сказал? Булатовича, Навруза сказал Ага Я никуда не поеду Пусть он уйдет Арсений Семенович, никто не собирается вас в больнице оставлять Мы просто туда съездим, сделаем кардиограмму, сдадим кровь и приедем обратно Володя наш водитель А на мента похож Арсений Семенович, нам нужны новые анализы, чтобы понимать, как вас лечить Звони в свою фирму, я разрываю контракт Арсений Семенович, Арсений Семенович, вы не нервничайте только, у вас же давление Давайте никуда не поедем, все, мы никуда не едем, вы главное не нервничайте Ты что делаешь? А, дай, да хочу проверить А вот смотри, как интересно, он что, свои фотографии тоже выбрать? Не знаю, не видела Так, а где документы? Володя, я тебя прошу, ты видишь, он тебя боится Уйди, уйди Знаешь, из него тромбонист, как из меня балерина Уйди Ой, господи Уйди Опять вы здесь Ну-ка давайте, давайте отсюда Давай, быстрее, быстрее В следующий раз в милицию вызовут Повадили здесь Вот как они сюда попадают Вы уже дверь-то получше закрывайте, а то бомжи к нам в подъезд повадились Не знаю, трубач их что ли пускают Трубач? Вот из этой квартиры? Ну да, ну который в шапки да в пальто ходит зимой и летом одним цветом А почему вы решили, что он их пускает? Так они все время около его квартиры трутся А вонь-то какая стоит Я-то думала, что дед помер Сколько дней ни на трубе не играет, ни музыку не слушает А вчера вдруг музыка и шум на лестнице И дед кричит, прости, сынок У него мужик какой-то выскочил Что-то ему на ходу ответил Ну, сын, наверное Ну, наверное А вы поподробнее не припомните, как этот бомж выглядел? Ну, бомж как бомж Ну, вы говорили, хромой Ну, может и хромой А усы были? Может и с усами был У меня же восемьдесят человек в отделении, разве я их всех упомню? Да А больше его никто не видел? Может и видел А может и кружку найдем? А может и кружку найдем Сто семьдесят на сто Немножко повышенное Здравствуйте, Арсений Семенович Хотел уточнить, у шефа я на сегодня свободен? Свободен Пусть он уйдет, я от него нервничаю Арсений Семенович, наверное инструмент давно в руки не брали? Давно А и по оркестру скучаете? Бывает, сгрустну А Пусть он уйдет Ты что задумал? Ты видишь, он тебя боится Уходи Ага Ты что, в самом деле думаешь, что он тромбонист? Он двух слов связать не может Слушай, я не понимаю, к чему ты ведешь В одной палате оказался Должанский, тромбонист Хромой с усами и Дулев Бомж, тоже хромой, тоже с усами Ночью один из них умер, я предполагаю, что это Должанский Ну а дальше принц и нищий Сама подумай, больница и кровати стояли рядом, так? И что, ты хочешь сказать, что он своего соседа под палате убил? Да нет, он сам умер, Должанский умер сам, а он занял его место, все просто Не может такого быть Сама увидишь, я ему задам пару вопросов и он расколется Подожди, слушай, если ты прав, его что, на улицу выгонят? Да нет, посадят за мошенничество ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Арсений Семенович, вы тут? Может, не стучать, его здесь нет. Ни пальто, ни шапки. Так может, он в магазин вышел? И не мечтай. Он всё слышал, дал дёру. Стрели на воробей. Найди его паспорт. Ага. Странно. Денег нет, а документы оставил. Сумку свою проверь. Ну что, с паспортом чай пил? Тыщу взял, две оставил. Голосердный. А это кто? Может, вернулась? Адуля. Дай пять тысяч рублей. Зачем это? Да не ты, не ты. Чё ты? Адуля. Ребята, у меня для вас есть тыща. Ой. Спасибо. Понял. Давай, я тебя отвезу, потом поеду. Думаешь, он у сына? Ну, это наша единственная зацепка. По крайней мере, он знает где отец. Если он, конечно, отец. Жалко мне его. А если он хотел начать с чистого листа? Знаешь, ну просто начать жизнь заново. А ты бы хотела сначала? Ну, с чистого листа. Там. Может быть. Да нет, не хотела бы. А я б запросто. Я б все поменял. Ну, я так, гипотетически. Понимаю. Ну, чё, ты полиции что-то сообщишь? Я еще не решил. Ты понимаешь, я сразу понял, что тут чё-то не то. Хату мне, говорит, Бог послал. Ага. Так я ему и поверил. Здесь, поди, в теплушке, охрану его пускает, вот он и греется. Больше ему деваться некуда. Ах. Ох. Бать, ты живой, давай, 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 просыпайся. Ну что, Дулев, все, давай, рассказывай. И ты еще мне быстренько вернул. Ну, ты еще нет, мне тоже чем-то питаться надо. Я отдам. Давай, давай, бать, не придуривайся. А с чего начинать? Ну, давай с самого начала. Как в больницу загремел и так далее. Однажды, студенную зимнюю пор... Бать, кончай. Догонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, взяли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арсен Семенович, просыпайтесь на Выпску. Фирма за вами машину прислала. Хм. Здравствуйте. Я ваша новая медсестра. Буду за вами ухаживать. Для начала скажите, что вам купить? Я сбегаю. Спасибо. А селедку с картошкой можно? Бочковую? В консервах? Соленую? Слабосоленую? Ага. Слышь, Федя, я тут подумал. Короче, держи, это ключи от квартиры. А заявлять тоже не будешь? В общем, я ничего не знаю. Сами решайте. Держи. Бывай. Спасибо. Спасибо. Бать, меня жена ждет. Маринка. Видел, из машины выходил. Беременна она. Да ты что? Это же хорошо, а то живете. Короче, на, держи. Это ключи от квартиры. Метта, никому ничего не скажет. Ты понял? И живи спокойно. Все. Москвич ты теперь, Арсений Семенович. Живи, не живи, а жизнь прошла. И чего ты не заходишь? Адрес знаешь. Маринка солянку приготовит. Солянку я завсегда солянку. Прости меня, сынок. Бать, ну хватит уже придуриваться, а? Садись в машину. Клоун. А я правда, я не пью, ни капли не пью. Ты знаешь, как стекло хожу. Пока меня в маленькой комнате поселил. Для прислуги. Уборка, готовка. Все на мне. Я его на свой плов подсажу. Не слезет. Привет. Привет. Здрасте. А это что, в багажник-то поместится? Поместится. Такое вам спасибо. Я генерала просить не стала. Пусть видит, что меня мужик провожает. Последний шанс. Мне назад пути нет. С фирмы меня уволили. За что? А, тромбонист гадный мне жалобу накатал. Я от пожизненной ренты отказался. Совсем из ума выжил старый. Собаку с улицы притащил. Настал меня пса шампунем мыть. Володь, вы на сестры присмотрите, а. У вас столько знакомых в городе ведь. Найдите я и мужчину холостого. А я вот сейчас вот на рыбалку съезжу и сразу начну искать. А я лучше блондина или брюнета? Внешность мужчине не главная. Главное, чтобы жилоплощадь была и доброта. Так это ж я. Помолчи на дорожку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова